23 февраля. Эту дату в шутку мужчины прозвали днем пены для бритья и носков. За неудачные сюрпризы, как бы в отместку. На 8 марта женщины тоже получают не то, о чем мечтали. Но эта история не про всех. Юлия Чернякова, своего молодого человека, радует подарками ручной работы. Я хочу ему подарить чековую книжку, где будет несколько желаний, каждый из которых он может вытянуть в любой момент, и его я должна буду исполнить. Но, к сожалению, он сейчас в другом городе, и мне лично не получится передать, поэтому я буду отправлять почтой, и буду очень надеяться, что к празднику чековая книжка придет к нему прямо в руки. Если времени на то, чтобы что-то придумывать и изобретать нет, можно пройтись по магазинам и купить что-то необычное. Главное знать, что и где искать. Угадать, что человеку точно понравится непросто. На вкус и цвет, как говорится. Вот, например, для Артема Лисицына лучший подарок – мясо. Все мужчины любят мясо, поэтому здесь максимальное количество мяса. Здесь олень, лось, гусь, медведь, даже есть бобер. Это не реквизит, это все настоящее. Это настоящий ящик из-под гранат, настоящий военный ремень и настоящая каска солдата. Это все было куплено у коллекционеров. В ящик помещается 5-7 килограммов мяса. Стоит такое удовольствие 25 тысяч рублей. Если бюджет ограничен, можно купить набор в разы меньше. Ну или рассмотреть другие варианты. Если ваш молодой человек увлекается охотой, рыбалкой или заядлый турист, то выбор очевиден. За подарком нужно найти в магазин для путешественников. Даже если вы не знаете, что подарить, можно спросить совет у продавца. К счастью, здесь они все мужчины. Здравствуйте, мне нужен совет, что лучше подарить мужчине на 23 февраля. Больше всего спрашивают и покупают своим мужчинам это средства самообороны, термокружки, тормоза, которые реально пользуются спросом и реально работают. Также можно пневматические пистолеты, винтовки, ножи. Если хотите подарить оружие, сделать сюрприз не получится. По закону, без лицензии и охотничьего билета на имя будущего владельца приобрести его не удастся. Можно зайти и в детский магазин. И нет, я не шучу, если вы купите настольный футбол или машинку на пульте управления, может быть и вертолет, вам удастся обрадовать не только своего сына, но и любимого мужчину. Ну а если пена для бритья или носки в приоритете, подойдите к делу с фантазией. Цветные, стильные или с приколом могут стать дополнением к основному презенту. А вот от дежурных подарков лучше отказаться. Задумайтесь, что действительно пригодится и обрадует вашего мужчину. И помните, 8 марта не за горами. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова